Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Небольшой апдейт по рынку. Смотрите, начнем с индекса доллара сегодня, который у нас с вами уже прилично откатился. Посмотрите, помните, мы говорили об этом, что мы пробили параболическую структуру и пошли вниз. И что примечательно, что мы даже не увидели, кстати, той самой корреляции, обратной корреляции с битком и с крипторинком в целом. То есть индекс доллара упал, а крипта особо не отросла. И вот мы пришли к этому уровню, к предыдущему уровню сопротивления и поддержки. И возможно, что сейчас здесь образуется какое-то коррекционное движение, то есть отскок. Докуда он может быть? Ну, например, вот досюда, до вот этого предыдущего уровня. И потом, например, дальше вниз. Что произойдет с криптой при таком раскладе? Давайте подумаем. И какие есть еще варианты, тоже давайте обсудим. Поэтому, если вам нравится такой контент, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Поехали. Короче, какие еще есть варианты, я думаю, вы догадываетесь. Есть вариант, что не удерживаем мы этот уровень и пробиваем сейчас сразу вниз по DXY. И это даст, возможно, надежду на рост крипторынка в целом и других активов. И опять же, что сейчас там ФРС скажет, смягчит ли ставку. Вот. И есть какой еще вариант по нему, что наверх и to the moon. И вот это будет очень, наверное, плохо для крипты, скажете вы. Но нет, смотрите, какой расклад, друзья. И так все просто, потому что если мы посмотрим с вами на индекс доллара и на биткоин вместе взятые, и попробуем найти ту самую корреляцию, о которой все говорят, то мы видим, что ее особо-то прям так и нету на самом деле. Потому что да, конечно, глобально она есть, обратная корреляция в том плане, что когда индекс доллара падает или хотя бы идет вбок, флетит, другие активы растут. И здесь мы это видим, да, что индекс доллара падал, а биткоин рос. И наоборот, соответственно, сейчас у нас индекс доллара растет, а биткоин падает глобально, да. Но локально, как мы можем с вами увидеть, здесь у нас были моменты, когда и индекс доллара, и биткоин одновременно росли, и потом падали, и потом снова росли, и иногда падали. И вот сейчас у нас тоже что произошло, посмотрите-ка, индекс доллара упал, а биткоин нифига не отрос. Биткоин у нас с вами тоже упал. И теперь надо понимать, что в принципе, что бы ни произошло сейчас с индексом доллара, опять же, это производный инструмент, надо понимать, что это даже не реальный товар, как биткоин, который торгуется, да. Но, тем не менее, смотрите, даже если мы по индексу доллару отскочим сейчас вот куда-то сюда, а потом упадем, или пойдем сразу вниз, то глобально опять это будет означать то, что это хорошо для биткоина. То есть это будет означать то, что мы, в принципе, заканчиваем фазу роста, идем на спад или на коррекционную, на флетовую даже фазу, что будет означать то, что другие активы могут и подрасти. Вот, ну теперь опять же давайте локально взглянем на ситуацию, посмотрим на S&P и увидим, что S&P 500 у нас ясно уперся вот в это сопротивление. Здесь, конечно, каналом это сложно назвать, потому что здесь нужно либо вот так вот как-то проводить, пренебрегая вот этим экстремумом, либо это будет какой-то расширяющийся клин до нижней границы, которого еще далеко. Но здесь явно видно верхнюю границу, это сопротивление, от которого мы отваливались уже раз, два, три и вот сейчас потенциально четыре раза. Но, тем не менее, также у нас тут есть желтая точка на дневке, правда вот эта желтая точка на дневке отыграла слабо, как вы можете видеть. Ну как слабо, опять же, это был отскок на 12%, и вот сейчас желтая точка тоже уже, вы можете сказать, отыграла, у нас уже был отскок на 16%. Короче говоря, тут надо понимать, что по S&P-хе-то тоже все еще мы, может быть, будем идти вниз, и биткоин это тоже может за собой утащить. Хотя, опять же, смотрите, у нас биткоин сейчас, грубо говоря, вот здесь, то есть S&P-ха отросла, да, а биткоин-то нифига не отрос. Поэтому тут палка о двух концах, друзья. Вот, но на более глобальном масштабе, я вам напоминаю, мы делали об этом пост, кстати, у нас в телеге. И это был пост, если что, вот здесь, на самом донышке. Вот почему важно быть подписанным к нам в телеграм-канал, обязательно проверьте подписку. Это был пост на самом донышке про то, что у нас с вами первый за 6 лет бычий дивер на недельном S&P. Посмотрите, вот, прошлый такой бычий дивер был вот здесь, и отыграл безупречно. Другие варианты коррекции, таких бычих диверов не было. Если вы отмотаете назад, посмотрите вообще за всю историю, ну там за последние 20 или 30 лет, то вы поймете, что таких бычьих диверов было-то всего еще парочку, вот, например, и все они были на дне рынка. То есть, грубо говоря, вот здесь, перед падением, как все сейчас верят, что мы пойдем ниже, здесь не было таких бычьих диверов. Это тоже то, с чем стоит считаться, ребята, с точки зрения технического анализа. Вот, ну а я, пользуясь случаем, еще раз вам напоминаю, что у нас есть не только телеграм-канал, на который стоит быть подписанным, но также и второй канал в YouTube, CryptoCommons 2.0, на котором мы переводим для вас зарубежные видосы, зарубежные криптовидосы и аналитику. Только что вышел видос Кевина Свенсона про интереснейшую модель от Dave The Wave. Посмотрите обязательно, если вы его не видели. Ссылка сейчас появится сверху. Ну, давайте вернемся к биткоину локально. Четырехчасовой таймфрейм. Что мы видим? Что мы снова забиваемся вбок, интерес ослабевает с обеих сторон. Ну, здесь легкий перевес в сторону продавца наблюдается по стакану. Мы видим также два уровня. Это горизонтальное предыдущее сопротивление, которое мы пробили. Да, вот много раз оно было с сопротивлением. Мы пробили его как поддержку, оттестили вот здесь. И сейчас мы вроде потенциально тоже все еще над ним, да, то есть вот эта линия. И также прямо сейчас вот мы можем чуть-чуть подвинуть эту линию. Мы тестируем эту восходящую поддержку, которую мы, вероятно, можем пробить. И в таком случае вот у нас есть следующая локальная линия. Это горизонтальное сопротивление. Это примерно 16700. Тот уровень, о котором мы говорили с вами в рамках коррекции, который может быть, вероятно, достигнут перед продолжением роста. Либо мы можем увидеть еще более глубокую коррекцию. Это крипторынок, ребят. Поэтому напишите в комментариях, что думаете вы. Докуда мы упадем или все это было дно, мы будем расти. Как вы думаете? Интересно ваше мнение. Давайте посмотрим на вот этот мультиграфик BTC, ETH, DASH и Litecoin, о котором мы говорили. Что мы видим сейчас в целом, что по обычным свечкам, это не хайка нашу, в принципе у всех монет сейчас дневная красная свеча, кроме биткоина. На биткоине пока все еще, пока что она меняет цвет, вот сейчас вроде как зеленая. Есть вероятность, что биткоин, на мой взгляд, более высокий шанс у нее, что биткоин и эфир сейчас пойдут вслед за DASH и за Litecoin. Потому что те уже закрыли полностью локальное падение, особенно Litecoin. DASH сейчас, кстати, на интересном уровне, он прям на, как бы, чуть выше сопротивления, но, грубо говоря, вот на этой линии, на вершине этой фигуры, а Lite уже выше ушел. Вот, биткоин и эфир пока не ушли, соответственно, если мы видим по биткоину эфиру такое, то это биткоин выше там 21000 и эфир выше 1600-1700. Это оптимистичный прогноз. Либо обратный, соответственно, сценарий, что это еще не дно, мы уходим ниже. По битку, по эфиру может быть сейчас еще небольшой отскок или сразу вниз, соответственно, тогда и DASH и Litecoin с высокой долей вероятностью тоже эти доходности в моменте потеряют. Поэтому, что тут можно делать в такой ситуации, ребята? Конечно же, докупать на споте те проекты, в которые вы верите, те монеты. В первую очередь, биток, естественно. Там, эфир, я не знаю, во что вы верите. Эфир, классик, дэш. Вот также новые проекты, в которые, обратите внимание, например, я сейчас докупил еще каста. Вот вы видите мои недавние маркет-ордера. Я покупаю по рынку каста, потому что я считаю, что это грандиозный проект и очень хорошая цена. И я вижу, как мои друзья из Европы реально им пользуются. Иди-ка кайфут от того, что можно отправить реально доллар в биткоине без комиссии или потратить на чашку кофе в Макдональдс. Это очень удобно. Типа Binance Pay. Сейчас выходит еще через 12 дней, кстати, токен Medieval Empires, новой игры, о которой мы вам говорили. Тоже у нас было интервью на Амуне с Асадом. Короче, это крутая игра по мотивам самого успешного турецкого сериала. И если захотите поучаствовать в токен сейле, позже мы дадим всю информацию. Тоже очень интересный проект. Очень много хайпа сейчас вокруг него. Долгосрок как инвестиция. А в краткосроке, ну, конечно же, торговать всем этим можно на нашей любимой бирже Bybit. Просто соблюдая риск менеджмент с холодной головой. Я лично забрал большую часть прибыли, разгрузился. Но сейчас так спекулятивно догрузился снова с высоким риском по дэшу и по битку. Да и по доту, в принципе, тоже. Короче, я сейчас слежу за этим. То есть, если что, я быстро сбрасываю прям как минимум половину позы. Потому что по-хорошему сейчас надо, конечно, сидеть не на всю моржу. Но потом отдаляешься и начинаешь ловить фомы, что ты не в ракете, а она улетит без тебя. Короче, если у вас есть время постоянно контролировать свою позу, то можно, конечно, висеть сейчас и в большом. Но если нет времени, вы как инвестор, ну, возьмите второе, я не знаю, там, третье плечо аккуратненько. И спите спокойно. Ну, а у меня на этом все. Это канал Crypto Commons. Галини, спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, стопы, тейки. Забирайте профитроли. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok